Глубоковажаемые председатели, глубоковажаемые коллеги, спасибо большое за возможность участия в сегодняшней конференции и позвольте вашему вниманию продемонстрировать редкие клинические наблюдения, с которыми может столкнуться врач, интервенционный радиолог своей повседневной практики, которые позволят избежать пациенту обширных хирургических манипуляций и восстановить естественный пассаж мочи. Основными механизмами блокирования над током мочи по мочеточникам вообще у пациента в целом является обструктивный, но, как правило, к онкологическим пациентам он не относится, рестриктивный и инвазивный, который характеризуется обширными рубцово-воспалительными процессами, послучевыми фиброзами. Важной и такой актуальной группой являются и трогенные повреждения мочеточников после массивных операций в области таза и брюшной полости с лимфодисекциями, также спонсивно растущие опухоли, сдавливающие просвет мочеточников снаружи и непосредственно злокачественные опухоли почки, мочевого пузыря, матки, яичников, кишечника и другие, которые непосредственно вовлекают в опухолевый процесс стенку мочеточника. Наиболее частыми онкологическими заболеваниями, которые вызывают нарушение оттока мочи по мочевым путям, у мужчин является рак мочевого пузыря и у женщин рак шейки матки, и, в принципе, более чем 50% повреждений мочевого пузыря связаны как раз таки с локализацией опухоли именно в полости малого таза. Классические методы, которые применяются при нарушении пассажа мочи по мочевым путям, первым этапом, который выполняется пациентом, является стентирование мочеточников GG-стентами, ретроградное стентирование мочеточников. Однако вот у онкологических пациентов, у нас, с которыми мы работаем, мы сталкиваемся с рядом проблем, которые не дают возможность выполнить им ретроградное стентирование, а именно отсутствие визуализации устьев мочеточников в результате массивных опухолей мочевого пузыря, либо после трансуретральных резекций, микроцисти, состояние после цистектомии, либо выраженной структуры уретры. Также можем мы столкнуться с наличием дефектов мочеточников или мочевого пузыря различного происхождения, когда выполнить ретроградное стентирование невозможно. И встречаются в практике такие случаи наличия несостоятельности или структуры уретаро-визикальных и уретаро-энтеральных анастомозов, когда как раз методики чрезкожной пункционной нефростомии и антеградное с последующей стентирования позволяют пациенту избежать повторных реконструктивных хирургических вмешательств. И они выполняются первым образом, плюс рандевую методики, о которых я вам скажу немножечко позже. Таким образом, помимо основных купирования признаков пила уретароэктазии и решения диагностических задач, показания функционной нефростомии является не только лечение мочевых затеков, патологических жидкостных скоплений и местное лечение гненосептических воспалительных осложнений, но и также создание чрезкожного доступа как первого этапа для последующих диагностических и лечебных манипуляций на мочевых путях. Важная группа составляет этрогенные повреждения мочевых путей, и они связаны с проведением пациентов на область малого таза лучевой терапии, такие как постучевые фиброзы, дефекты чашечного ханочных систем при резекциях почки, зачастую мы сталкиваемся с наличием больших уретаральных затеков, структура либо окклюзия мочеточника после трансуретаральных резец, цикцитомии, уретароциста, анеоностомоза, дефекты мочеточников и мочевого пузыря, и также, возможно, полное либо неполное пересечение мочеточников. Позвольте продемонстрировать вам пример больного 68 лет с опухолью единственной левой почки, с которым была выполнена экстракорпоральная резекция, и у данного пациента в послеоперационном периоде отмечалось значительное подтекание мочи по страховочному железнажу. По данному ультразвукового исследования, в полости малого таза, в пароуретеральном пространстве, подчеркнулился массивный затек до 15 см, и урологи для купирования этого затека первым этапом установили JG-стенд. Однако клиника у пациента не менялась, и следующим этапом мы приняли решение задренировать этот затек, и тем самым эмакуировать скопившуюся мочу наружу. Также никакого клинического улучшения не было, и следующим этапом мы выполнили пациенту нефростомию в единственной почке, это полипозиционное исследование, и удалили этому пациенту JG-стенд. И видите, что через 4 недели после указанных манипуляций отсутствует полностью контрастирование мочевого затека, что позволило пациенту вначале удалить страховочный послеоперационный дренаж, а после избавить его от нефростомы, сохранив естественную деривацию мочи в мочевой пузырь и выписать пациента в удовлетворительном состоянии после 6 недель от оперативного вмешательства. Зачастую мы с вами можем видеть у пациентов различные, особенно после лимфодиссекции, обструкции и обтурации мочеточника, когда нефростомия является первым этапом для отведения мочи и купирования признаков пиэлэктазии, либо же наоборот, пациенты подвергаются пересечению, частичному либо полному повреждению мочеточником, возможность диастазом, когда образуются такие большие мочевые затеки, с которыми также надо решать проблемы. Еще одна группа пациентов, в котором показаны интервенционно-радиологические вмешательства на мочевых путях, являются пациенты со структурами уротера энтероаностомозов. И вы видите, когда пациенту после предварительной черезкожной пункционной нефростомии мы видим полную структуру в области уротера неоностомоза, и, соответственно, контрастное вещество в резервуар не поступает. Благодаря интервенционно-урологическим методикам, такими как баллонная дилетация и баллонная пальпация, мы можем выполнить расширение данной структуры, и после чего установить уже непосредственно GGS-тент и избавить пациента уже от нефростомы, тем самым восстановив естественную деривацию мочи. Еще один пример у пациента после резекции прямой кишки, когда в послеоперационном периоде отмечается активное подтекание мочи по страховочному дренажу. Данному пациенту первым этапом после экскреторной урографии мы приняли решение о выполнении нефростомии слева, однако, как вы видите, мочеточник в процесс не вовлекается, то есть дефектов затеков у него не выявлено, и мы приняли решение о выполнении нефростомии с другой стороны, и, как оказалось, в ходе операции была произведена, видимо, случайным образом транслокация мочеточника в контрлатеральном направлении, причем, видите, и тазовая его часть полностью также перешита, без наличия какого-либо затека, и пациент пошел на пластическое хирургическое лечение. Говоря вообще о геутрогенных интероперационных травм мочеточников, частота сегодня их от 0,02% до 0,06%, причем 6% показывают те клиники, в которых методика только интегрируется, наиболее часто перелапароскопических мочеточниках, и наиболее часто, как я уже говорил, повреждается именно тазовый отдел мочеточников в 50% случаев. Тяжесть травмы мочеточника классифицируется по 5-бальной шкале, и она связана с различным повреждением не только наличием гематомы в связи с дискуляризацией, но и повреждением до 50% полуокружности, больше 50% полуокружности, с возможным полным пересечением и девоскуляризацией, и расхождением диастаза мочеточников больше 2 см, и, соответственно, меньше 2 см и больше 2 см, и в каждом индивидуальном случае возможно применение методик интервенционно-радиологических, которые позволят пациенту избежать хирургического вмешательства. Как пример, позвольте продемонстрировать еще один пример пациентки, состояние послелевосторонней гемиколоктомии, массивная опухоль, которая вовлекала в переднюю брюшную стенку, и вот в послеоперационном периоде у пациента отмечено активное подтекание мочи по послеоперационному дренажу. Антеградно пациентке установили нефростомический катетер и выявили дефект мочеточника в тазовом отделе с поступлением контрастного вещества как раз-таки в послеоперационный дренаж. Ретроградно после установки диагностического катетера в нижнюю треть мочеточника, а также видно, что мочеточник здесь не визуализируется, его максимальная часть, и затекает контрастное вещество в послеоперационный дренаж. Эти изменения свежие, они выполнены на третьи сутки после операции, и нам, к счастью нашему, удалось, благодаря катетеризации антеградно и ретроградно, провести проводник, не применяя дополнительных никаких ни петель, ни катетеров и так далее, непосредственно уже в мочевой пузырь, и установить JG-стенд для формирования стойкого структуры. В послеоперационном периоде все пациенты остаются на катетере фолея и обязательно на открытой анефростоме для предотвращения региргитации мочи в антеградном направлении, чтобы максимально ускорить процесс заживления данного затека. Здесь клиническая ситуация несколько другая, потому что в отличие от первой, где не было разрыва мочиточника, здесь мы с вами видим разрыв мочиточника и диастаз больше 2 см. И вот в данном случае, если изменения свежие, то нам удается провести антеградно либо в ретроградном наполнении проводник в пароуротеральное пространство, а другим инструментаральным с обратной стороны уже завести, допустим, либо петлю, либо корзинку и зацепить непосредственно проводник и вывести его через наружные половые органы, тем самым обеспечив каркасную функцию струной проводником, и дальше уже на этой струне установить, соответственно, JG-стенд для дальнейшего заживления. Еще один классический клинический пример. В отличие от предыдущего, мы здесь применяли не петлю, а применяли биопсийные щипцы и вытянули вот именно проводник снизу наверх, наоборот, через нефростомический канал, после чего уже пациенту установили JG-стенд и, в принципе, отправили его под наблюдение. Через 4 недели эта пациентка вернулась, и мы удалили уже и катетер фолея, и нефростомический катетер, тем самым восстановив, естественно, деривацию мочи. Этот клинический пример отличается от предыдущих тем, что у пациентки с неоднократными рецидивами забрюшиной опухоли непосредственно в послеоперационном периоде при наличии диастаза в около 3 см, теми методиками, которые я вам уже сегодня представил, нам не удалось зацепить в парауретеральном пространстве проводники и, скажем так, сформировать JG-стенд для формирования структуры. И эта пациентка была отпущена под наблюдение, и пришла она к нам через 1 год. Тогда мы приняли решение для формирования неоуретеро-аностомоза функционным способом. Путем, как бы скажем, прокола вот этой жесткой структуры при полипозиционном исследовании, благодаря предсформированной игле РОШа, вы видите, что при полипозиционном исследовании нам удалось найти САУСТИ и не завести как раз-таки следующим этапом проводник через мной сформированное САУСТИ. Структура была достаточно толстая, поэтому, извините, достаточно плотная. Сначала мы установили катетер, не превышающий 5 френч диаметром, потом уже, точнее, 4 френч, а потом уже поставили 6 френчовый JG-стенд. Тем самым пациентка сейчас у нас наблюдается и ходит к нам на профилактическую замену JG-стендов раз в 6-9 месяцев. Естественно, у нее восстановилась, естественно, деривация мочи без какого-либо хирургического вмешательства. Кто не работает, тот не ошибается, поэтому на самом деле такая простая процедура, казалось бы, как нефростомия и JG-стендирование, может нести за собой свои осложнения. Я вам постараюсь продемонстрировать не частые, которые встречаются, а такие иногда и редкие, которые может столкнуться врач-регенхирург в своей работе. Значит, кровотечения могут отмечаться у пациентов, и по данным литературы они встречаются до 4%. У нас процент кровотечения порядка 2%. Септические осложнения возможны, мочевые затеки, повреждения прилежащих анатомических стриптур также отписано в литературе за счет наличия толстой кишки рядом с почкой. Но в нашей работе такие повреждения не встречались. Ну и могут быть частые, связанные с миграцией катетеров, обтурацией катетеров. Опять же, они все, в принципе, могут быть купированы за счет применения катетеров с фиксирующими нитками, либо за счет правильного ухода за дренажом и профилактической его заменой. На слайде представлено одно из встречающихся редких осложнений с дистопией катетеров, его дистального конца в венозный сосуд с моментальным заполнением чаштанолханочной системы с густками крови, после коррекции которой, в принципе, макрогематурии удалось избежать, не применяя дополнительную инфузионную терапию. Здесь показан тоже часто встречающийся, не часто встречающийся, а вот формирование мочевого затека вокруг чаштанолханочной системы за счет создания избыточного давления в чаштанолханочной системе при пункции и при постановке катетеров. В принципе, если вы получаете порцию мочи, вводите небольшое количество контрастного препарата и быстро производите все макрогематурии, этих затеков удастся избежать. Как я уже сказал, дистопия и миграция катетера встречаются достаточно часто, если этот катетер не имеет под собой фиксирующего устройства на дистальном отделе, но вот иногда в ходе работы заменов катетеров мы можем наблюдать отрывы инструментария и опущение его по ходу мочеточника. В принципе, как уже было заявлено ранее, всякие рандеву методики, они позволяют нам извлечь всевозможные вот эти фрагменты и уже дальше восстановить нефростому. Бывает и такое, если катетер некачественный, то возможен отрыв катетера в участке, где он выходит на кожу, если особенно пациент не приходит к вам на профилактическую замену. В данном случае катетер был полиэтиленовый, но после небольшого хирургического вмешательства на кожу мы, в принципе, катетер пациента извлекли. Этот случай тоже интересен тем, что пациент следил за дренажом, менял его регулярно, но вот как-то он стал отмечать, что при промывании катетера испытывает какое-то некое затруднение и какие-то болезненные ощущения, причем моча по катетеру стала отделяться плохо. И при позиционном исследовании вы видите, что мы видим диастаз в самом катетере, вот этот катетер с другой стороны, и как оказалось, у катетера сохранилась только оболочка, но порвалась внутренняя часть. На струне-проводнику мы аккуратненько этот катетер извлекли, дистальная часть его была полностью здесь обтурирована, с трудом нам удалось пройти гидрофильным проводником и выполнить уже непосредственно замену. Осложнения, связанные с GGS-тентированием, они также могут быть связаны непосредственно с самой процедурой, включая в себя мочевые затеки и макрогематурии, но также могут быть связаны с длительным расположением катетера, поэтому, в принципе, к ним надо быть готовым. Здесь показан пример формирования мочевого затека, обильного мочевого затека у пациента с постлучевыми изменениями в тазовом отделе, и врач, когда работал, не обратил внимания, то есть его все внимание было нацелено именно на этот отдел, и не обратил внимания, что происходит сверху, и когда он перевел дугу в краниальном направлении, увидел вот такую вот картину. Поэтому от последующего ретроградного стентирования, в данном случае от антиградного стентирования мы отказались и оставили пациента на нефростоме для заживления вот таких вот неприятных изменений. Нередко встречаются перфорации мочеточников, особенно если речь идет о слепой постановке G-G-стентов и заведении проводника в ретроградном направлении, ну и к урологу часто обращаются к нам, если такая ситуация случилась, соответственно, мы эту ситуацию корректируем уже непосредственно антиградным сначала ческожной пункционной нефростомии, а потом уже антиградным стентированием мочеточников для восстановления естественной деривации мочи. Дистопия катетеров также может встречаться, если у пациентов есть массивный забрюшинный опухоль, здесь представлено на слайде дистопия в каудальном направлении, здесь наоборот, когда G-G-стент не довели, и дистопия катетеров в краниальном направлении. Ну а если же не использовать рентген-телевизионный контроль, как в данном случае, то вот постановка двух G-G-стентов у пациентов слепым ретроградным способом закончилась формированием вот таких вот больших петель, соответственно, неудовлетворительной функции этих катетеров. Также может встретиться в своей работе, если пациент к вам долго не приходит, он может отмечить все жалобы на боли, распирание и так далее, вы можете видеть, что стент обтурируется и не проходит, и при извлечении такого стента все зависит индивидуально от составляющей самой мочи, вот такие образования, вот такого налета на катетере, которому тоже надо быть готовым. Ну и, естественно, мы все работаем, возможны отрывы, всевозможные инструментария, которые также можно удалить применением интервенционных методик. Здесь ситуация очень интересная. Пациентке установлен G-G-стент у нас в клинике, и пациентка пропалась под наблюдение на период до трех лет, после чего она стала жаловаться на дезурические расстройства, и когда она к нам попала через три года в клинику на повторную постановку G-G-стента, мы увидели отрыв дистальной части с формированием под кольца в мочевом пузыре, и вот такой вот фрагментацией полной катетера G-G-стента по ходу мочеточника. Мы предполагали вытащить эти фрагменты у пациентки с помощью петель, либо щипцов, однако не получалось, потому что он просто разрушался у нее, когда мы его цепляли. В итоге удалось ей поставить повторно G-G-стент, а все вот эти фрагменты, они у нее вышли сами, естественно, путем. В нашей клинике на сегодняшний день пункционная нефростомия выполнена более чем 2500 пациентам. Из них выполняется одномоментная двухсторонняя нефростомия приблизительно у 25% пациентов, если речь идет о различных всевозможных дефектах мочевого пузыря для осушения после лучевых терапий. Технический успех процедуры сегодня 99% и есть небольшой процент после операционной смертности. Ну и видите, как тяжелые осложнения не встречаются в виде гематрии достаточно редко, плюс миграция нефростом, да, бывает, но в принципе эта вся ситуация поправима, потому что если нефростом остается больше пяти дней двух недель, имеем возможность восстановить нефростомы по старому каналу до трех суток. GG стентирование также на сегодня выполнено у 368 больных, причем технический успех составил 80%. Не всегда удается пройти за зону структуры в мочеточнике. И осложнения, здесь указан такой большой процент, но они включают в себя у пациента и как дезурические расстройства после имплантации GG стентов, так и непосредственно инфекционные осложнения, связанные с регургитацией инфицированной мочи в интеградном направлении. Послеоперационная смертность – ноль. В этом заключении позвольте сделать следующим образом, что нефростом, ческожная пункционная нефростомия для интервенционного именно радиолога, она является важной составляющей не только диагностики, но и лечения онкологических больных, и она позволяет пациенту восстановить функцию почки и подготовить его к специальному лечению. И также в ряде случаев она остается пожизненным методом дренирования мочевых путей. GG стент – это удобный и безопасный метод, восстанавливающий проходимость мочеточников, обеспечивающий адекватную динамику и повышающий качество жизни пациента. И интервенционно-радиологические манипуляции, которые были сегодня продемонстрированы при итрогенных повреждениях мочевых путей, позволяют в части случаев излечить пациентов без проведения реконструктивных пропераций. Также хотелось бы сказать, что наша клиника имеет опыт имплантации металлических стентов при переходно-клеточном раке единичный случай, но эта пациентка после имплантации проходила 3 года с нормальным естественным пассажем мочи. Ведутся работы у нас в Центре по применению, вот Ольга Николаевна уже рассказывала, фотодинамической терапии для перевода рубца из жесткого в более мягкий, чтобы пытаться избавить его от GG стенты, от нефростома. Поэтому работаем. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Игорь Владимирович. Как всегда, блестящий доклад. Спасибо. Коллеги, у кого вопросы будут? Тогда я позволю себе. У меня два вопроса. Первый, огромный опыт, безусловно, самый большой, очевидно, в стране, но Вы ничего не сказали про ситуацию, когда, допустим, онкологический процесс в тазу, рак мочевого пузыря, рак шейки матки, и имеются свищи. Какова тактика? То есть, допустим, я имею в виду, что Вы ставите нефростому, и были ли случаи или какого отношения к имболизации мочеточников, когда вот сама все нефростомия оказывается недостаточной для прекращения вот этого, ну как это, так сказать, истечения мочи, да, и свищи? Спасибо большое за вопрос, по-моему, у меня ситуация возникла такая, что в презентации две слетели, вот в нормальную версию, я сегодня включил, хотел Вам показать, у нас бывают ситуации, когда имеются свищи мочевого пузыря, влагалищно-пузырные свищи и так далее, первым этапом, если свищ не заживает, мы имплантируем пациенту две нефростомы с обеих сторон на нерасширенной начарственной ландханочной системе после внутривенного контрастирования предварительного. В принципе, ну и, соответственно, оставляем фолей. В принципе, зачастую, и мы наблюдаем этих пациентов, хватает вот этих двух, ну, постановки нефростомы и фолея для того, чтобы с течением времени мочевой затек ушел, оккупировался. Эмболизации и каких-то вот таких абтурирующих методик мы не применяли. Спасибо большое. И второй вопрос касательно JJ стентов. Вы каким образом ставите? То есть антеградно или ретроградно? Классически, если мы имеем функционно-нефростомический канал, то мы имплантируем стенты антеградно. Но, конечно же, вот часть пациентов эти к нам приходят, большинство, если у них была попытка ретроградного стентирования. Соответственно, урологам не удается, либо там они не визилизируют в устье, пациенты идут к нам, мы устанавливаем нефростому, устанавливаем стенд антеградно. Те три клинических наблюдения, вот когда были менялись методики рандеву антеградно и ретроградного стентирования, здесь все решается индивидуально в ту сторону, в какую будет удобно вытянуть проводник. Не всегда удается, допустим, убрать через мочевой пузырь, наружу вывести, тогда убираем его наверх. Тут как бы строгих каких-то нет у нас рекомендаций. И еще один вопрос. Смену JJ-стентов. Вы используете рентгенохирургическую технологию или все-таки это прерогатива урологов? Если тут тоже все зависит индивидуально, в принципе, на самом деле это прерогатива урологов. Большей части они, если особенно речь идет о женщинах, то они меняют самостоятельно под контролем цистоскопии, а мужчин тоже. Но в индивидуальных случаях, как представлена третья пациентка вот с рандеву методикой, мы вот Валерий Андреевич занимаемся, он меняет ее самостоятельно сам. Потому что... Потому что я удивился, вот Густаво Руси, когда был на практике, там у них стоят урологи только, JJ-стент, а смену исключительно рентгенохирурги выполняют. То есть у них есть специальные ловушки, специальное оборудование, они это каждый день фактически делают. То есть у нас есть ли такое оборудование? Наверное, это интересно, крайне интересно было бы. Потому что мы, например, в своей практике предпочитаем нефростому, и только потому, что мы не можем этот стенд поменять. То есть практически пациент потом приходит на смену, а мы бессильны. Ну, во всяком случае, вот направлен на потоке. Я бы хотел добавить, любая технология, она предпочитает эволюцию в процессе своего внедрения. И сначала осваивают одна группа врачей эту технологию, вот урологи, например. Но когда выясняется, что использование, допустим, ультразвука, рентгенского излучения, компьютерной томографии расширяет возможности урологов, и тогда вот вступает в действие интервенционные радиологи. И ничего здесь зазорного нет. У того, у кого получается лучше и меньше осложнений, и дешевле и проще для пациента, те и должны применять эти технологии. Так что, наверное, вот так. Спасибо. Спасибо.